Более 50 гостей собрались в историко-культурном центре на торжественном чествовании медалистов и 11-классников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Сами выпускники, их учителя, родители надолго запомнят этот день. Ведь испытания успешно пройдены, впереди новый неизведанный мир возможностей и свершений. Сегодняшний успех – это колоссальное конкурентное преимущество, потому что с этими баллами, со своими знаниями, вы можете выбрать вуз, в котором вы хотите учиться. Вы можете получить ту профессию, в которой вы хотите реализовываться и реализоваться с тем, чтобы стать прекрасным специалистом, человеком, гражданином. Медали из рук главы муниципалитета Алексея Спаскова получили 18 юношей и девушек. Но это только начало. Ожидается, что после проверки всех работ по ЕГЭ заслуженные награды за отличную учебу получат еще 54 выпускника. Количество медалистов у нас стабильно. В прошлом году у нас было 74 выпускника, награжденных медалью, сейчас 72. Со стабальными результатами чуть-чуть сложнее. В прошлом году у нас было 12 стабальных результатов, сейчас пока 7. Но еще не все результаты пришли, еще ждем английский, ждем информатику, биологию. Будущий географ, а ныне выпускник Витненской школы номер 2 Сергей Иванов признается, заветная медаль далась нелегко. «Отличником я стал только в этом году. Хоть каждый раз стремился, но всегда были иногда четверки, иногда по русскому, литературе. Но в этом году все получилось, в итоге я стал отличником, медалистом. Я себе поставил цель, ну конечно, благодаря родителям, благодаря учителям. Потому что, ну если бы родители не смогли меня научить учиться, то, наверное, я бы так не смог». Выпускница Витненской гимназии Надежда Раченкова, мечтающая стать юристом, поделилась своей формулой успеха. Это самодисциплина и поддержка семьи и друзей. «Иногда было и очень тяжело, но в то же время я научилась получать от этого удовольствие, поэтому все шло достаточно легко и просто». Ну а будущий биотехнолог Ярослав Лысенко из Луганской области в российской школе учился только последний год. И, несмотря на трудности, смог получить заветную золотую медаль и хорошие результаты на ЕГЭ. «Поначалу было сложновато, так как обучение было на другом языке совсем, но вот в первую очередь благодаря педагогам со школы, которые предоставляли большое количество дополнительных занятий, помогали в принципе с обучением, объясняли. Я уверен, если бы не их помощь, то я бы не смог бы написать на высокие результаты». Также благодарственными письмами наградили семь выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. «Ребята блестяще сдали химию, литературу, историю и русский язык». Но, как и в случае с медалистами, количество 100 бальников будет расти по мере проверки работ единого государственного экзамена.